И всем привет, друзья! С вами Якулай2001 и, как всегда, настоящий Якулай. И сегодня я решил поговорить на тему связанного с Якулайским трамваем. Почему я решил? Потому что недавно произошло обновление, то есть, изменение трамвайных путей, мы сказали. Я сейчас находилась рядом с АЗС Регион Уна на проспекте Сашиновского. Что произошло одно изменение, касаемо трамвайных путей. Вот здесь вот оно, если вот изначально оно должно было положиться во дворах, вот здесь вот. Вот здесь раньше была трамвайная остановка рядом с торговым центром Рилу за этими частными домами. Потом шел удовольствием мимо этой пятиэтажки. Прямиком попадал в железнодорожную пусть. Просекался с местной дорогой, потом поворачивал. Потом шел прямо туда, прямо в лес небольшой. Потом поворачивал его направо в сторону. Это электростанция, то есть. Вот здесь тоже была остановка. Вот здесь вот следы остались. А потом все это прямо-прямо вот мимо фермы. Здесь тоже лес, лесок. Дальше здесь еще была остановка, то есть остановка школы номер два. Ну а вот тут уже было трамвайное депо. Лучший роман Скайз решил ликвидировать маршрут от двух трамвайного депо номер два. Я посчитал его бессмысленно и он ведет нас в никуда. В общем, произошло вот такое изменение. Теперь трамвайный путь не пересекается с железной дорогой. Вот давайте начнем отсюда вот. Тут уже не поворачивает во дворе, а здесь едет прямо по улице Юганова. Прямо у вокзала. Здесь вот остановка из-за трамвайна, то есть за вокзал. Зовка общественного транспорта. Потом едет прямо мимо через железный дорожный путь. Через железный дорожный путь. По вот такой вот переправе или дождан. Переправа или паром. Не знаю как, но... Вот сейчас я переправ. И теперь уже поворачивает уже на улице 52 ЛКС. Остановка. Вот нормальная остановка в улице 52 ЛКС. И вот уже прямо мимо хлебозавода. Остановка. Другой комплекс апельсин. Вот он. Все прямо-прямо. И пока что на данный момент конечная остановка считается офисный дом Ермаков. Вот здесь уже как бы обрываются пути. Не застроено пока сегодня ничего. Поэтому, так сказать, я приостановил работу там вот. Вот здесь я остановился вот. В перспективе планеру просто вот. Действует трамвай по... По саму улицу. То есть прямо-прямо по улице 50 ЛКСН. Потом взлет поворот налево на улице. А до него все это мимо. Мимо профессионального училища. Мимо... Мимо Сбербанка. Мимо вот. Здесь вот прям... Он свечка. Прямо-прямо... Потом поворот на проспекцию Женовского. Вот здесь. И, возможно, конечная остановка может стать... Завод ЖБ. Вот он. Ну, если нет, то... То есть вариант, то есть... Остановку подконечную сделать дом в районе... Комсомольской улицы. Вот здесь. Здесь пока что застроится. Пока что ничего... Тут я ничего не построил здесь пока что. Ну, собственно. Вот вся новость касаемо трамвая. Ну, вот что... Ну что, напомню. Произошло изменение. Теперь уже трамвай здесь... Так, я снова с вами. Извините. Просто батарейка разрушалась на ноутбуке. Так вот. Напомню. Произошло изменение трамвайных пути... Ну, это проявление. Это проявление... Улицы Жюганово. Это проявление... Вокс... Электростанции. Теперь трамвай ездит не... ...не поперек, то есть не... Через дворы... А... По прямой. И... да. При растрюме, можно сказать... Очень интересно, кстати. Изначально я планировал изменить трамвайные пути, но в этом мешала только следственная дорога. Еще это переезд. Вот это. Но потом я сменил всю такую конструкцию, как в монорельсе. Ну, так сказать, монорельс и трамвай одновременно. Хотя на самом деле можно было бы сделать монорельс по улице Зюганова. Но я от этой идеи просто отказался. Ну и на этом я могу зарождать этот видео ролик. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Делимся со своими друзьями в соцсетях. Ну и заходите в мою группу в ВК, в Дискорд и на мой канал в Телеграме. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok